Я увидела это фото в 12 часов ночи. Если честно, тогда вот просто не знала, куда себя деть, кого искать. Кот находился в Ставрополе, я находилась в Весентуках. Но эти фотографии уже сделаны на следующее утро, когда мальчишку везли в ветклинику. Иногда бывает, что животное может выживать на улице месяцами, а тут явно не один месяц он скитался. А в тот момент, когда ты хочешь его забрать, происходит что-то необратимое и уже некого спасать. Мне кажется, что в руках врачей он даже стал выглядеть лучше. А прошло совсем немного времени с того момента, как его забрали с улицы, и это был всего лишь осмотр. В очередной раз из-за неадекватных разведенцев рожден был котик вот с такими генетическими отклонениями. Их сейчас очень много рождаются, потому что люди не пытаются даже читать особенности породы. Лично я не могла уснуть ночью, понимая, насколько ему опасно оставаться на улице. А те, кто его выкинул, приспокойно спали и не один месяц. Сильное истощение, очень сильная анемия, конъюнктивит, саркоптоз и на лапах остеохондродисплазия, которая не лечится. Это генетическое заболевание. Я хочу превратить его вот в такого кота. Это кот Томас. У меня он был котик Тюля. Посмотрите внимательно на его лапки. Остеохондродисплазия выглядит вот так. Тюля уже домашний котик и мамин любимчик. Несмотря на то, что у него особенные лапки. Как ты это делаешь? Покажи. Мам? Нет. Ой, 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 как он умеет. Вот он, как умеет, моя мать. У меня есть еще котенок и котик с таким заболеванием, потому что я не могу проходить мимо этих животных, понимая, насколько им сложно на улице. Это котенок Сема. Его выкинули в 4 месяца. У него не настолько разросшиеся хрящики, но все равно у него твердый хвостик, у него есть небольшое образование на лапках, и оно может ухудшаться. Увидев на том фото лапки котика, пока я назвала его Хрустик, не знаю, может быть поменяю имя, я не могла его там оставить. Хрустика утром неравнодушная девушка отвезла в клинику. И сейчас он пока остается там, на стационаре. Еще один мой особенный кот. За него тоже кто-то решил, что он выживет на улице. Помимо разрастания лапок, у Морти был очень узкий нос, и из-за узкого разреза глаз они постоянно были воспалены. Ему пришлось подшивать глазки, ему пришлось расширять носик. Я не планировала брать Хрустика, потому что у меня накопились большие долги, мне нужно оплачивать передержки, мне нужно оплачивать лечение животных, которые были на стационаре, к примеру, вот этих малышей. Но Хрустик все-таки в клинике, а вот этих клопиков, которые были совсем крошечные, которые выглядели просто отвратительно, ужасно, их заплывшие гноем глазки, теперь уже это симпатичные, красивые крошки. Вот этих малышей уже совсем скоро привезут ко мне, вместе с котиком Мираклом, и мне нужно будет оплатить их лечение. Я сегодня просто разбита. Валится все, валится все на одну мою голову, и с этим всем очень тяжело справляться. Сегодня утром написала одна передержка, напомнила, что собака не оплачена, и посмотрев на дату, какое сегодня число, я поняла, что мне нужно оплатить еще пять передержек. Почему так много? Да потому что когда-то я взяла собаку, а у нее были три щенка. Теперь это уже полноценные четыре собаки, и вместе с ними живет еще один мой пес. Наверное, такие разговоры надо вставлять не в видео, а все-таки выходить в прямой эфир. Я пока не привыкла, как это называется здесь, но я реально немножко не готова. Я понимаю, что мне даже просто негде сесть и с вами пообщаться. Мне нужно наводить порядок. Из-за того, что животных очень много, порядок можно не прекращать, наводить вообще. То есть только и убирать, потому что только ты уберешься в одной комнате, приступишь к другой, ты можешь к первой уже возвращаться. Кто-то сходил в туалет и разнес на лапочках наполнитель, кто-то где-то что-то уронил. Работы они доставляют очень много. Незаметные для других работы. Помимо ухода, кормления, уборок, еще существуют сами животные, которым хочется и внимания, которым хочется общения. И есть еще те, которые лечатся, которых нужно то в клинику отвезти. Вот, к примеру, сегодня для того, чтобы вот эти малыши приехали ко мне, мне нужно прокварцевать всю квартиру, чтобы обезопасить их, чтобы они не подхватили ничего в моей квартире, в которой бывает очень много животных. Они бывают, они попадают с улицы. И для их безопасности мне нужно привести помещение в порядок. Не красота на полках, не чисто вымытые полы, а именно воздух. Именно обеззаразить все помещение, чтобы дети не заболели. К тому же они сейчас вот такие шикарные и красивые котятки. На меня сейчас просто как-то все навалилось, и я даже не знала, с чего начинать это видео. Мне не очень хочется, чтобы были сплошные просьбы, но животные не выбирают, когда болеть. На этих кадрах кошечка Стеша, она очень возрастная, она у меня уже давно. И у Стеши был рак, и мы думали, что мы его победили. Но Стеша начала плохо есть. Мы съездили в клинику, сделали УЗИ. И оказалось, что рак не ушел, а спрятался внутри. До этого мы удаляли раковые опухоли с молочных желез. А теперь они есть на печени, на почках. Есть ли возможность помочь кошке, который уже лет 16, у которой внутренние органы поражены раком. Нет, это из области фантастики. И это просто выбивает тебя из колеи. Ты спасаешь, ты помогаешь животным. А есть случаи, когда ты помочь не можешь. И тут даже не то, чтобы помочь. Тут по-хорошему даже некому обратиться, чтобы хоть что-то подсказали. После приема у пятигорских врачей у меня остался такой ужасный осадок. Вот эти синяки появились у стеши после осмотра. Потому что врач давил на кошку так, что маленькая старенькая тельца среагировала кровоподтеками. А есть ли возможность это изменить? Нет. В этой клинике каждый знает меня по имени, мою фамилию, знает, чем я занимаюсь. Но им все равно посрать. Да, пусть будет вот это грубое слово. У большинства работников в этой клинике вообще нет никакой любви к животным. А рядом клиник просто нет, где бы хоть кто-то мог помочь. Ты обращаешься к тем, кто есть. Сначала у меня, конечно, было отрицание. Мне хотелось ввести стеши на другое УЗИ, показать в другой клинике. Но вот эти синяки как раз-таки заставили меня немножечко поразмыслить, подумать. Даст ли это что-то? К сожалению, ничего не даст. То есть на другом аппарате мне скажут то же самое, что это разросшаяся раковая опухоль, которую уже теперь невозможно будет вырезать. Я очень часто слышу, как вы с этим справляетесь. Не справляюсь. Стеша меня очень сильно подкосила. Я оказалась не готова к тому, что я увидела на УЗИ, к тому, какой результат мне сказали. Сейчас остается только доживание с самым наилучшим питанием, с самыми лучшими вкусностями. К сожалению, других вариантов просто нет. Отрезать кусочек от печени, отрезать кусочек от почек, это просто нереально. После Стеши на следующий день Лена поехала с Марси в клинику, и я, к сожалению, не успела ее затормозить после наших впечатлений. Марси отказался есть, и она сначала поехала в клинику, а потом позвонила мне. В общем, взять кровь у кота не смогли, тыкали лапки пять раз. Бедный маленький ребенок описался, а этот суперврач еще и заявил, что ну вы же сами захотели взять у кота кровь. То есть человека не интересует нормальная диагностика, он и так натыкает и наширяет его какими-нибудь уколами и отправит обратно. Марси от испуга приехал домой и даже немного поел. А Лену я, наверное, еще полчаса успокаивала после их поездки. Мы не поняли, что было с Марсюшей, а чуть позже, через пару часов, он хотел отведать гречки и, в принципе, почти это сделал. Но так как Марси и Кая на одной территории, Лена немного запаниковала и поэтому повезла его в клинику. Но такого ужаса никто не ожидал. Хотя, наверное, ужаснее всего, что сама клиника не делает выводы. Этот врач является братом директора клиники. Ну и как бы получается, что все можно. Я разговаривала с директором до этого на эту тему, но она сказала, что беседы с ними были проведены и толку нет. Но лично я считаю, что это ненормально, когда у человека трясутся руки от остервенения, что он не может взять кровь у маленького котенка. Все были в шоке. И работники, и Лена. А уж насколько был в шоке Марси. Это самый спокойный котенок. И так его довезти. В общем, долечивались мы, конечно же, дома. Слава богу, Марси почти не обратил внимания на произошедшее. Конечно, когда я ему колола уколы, он все равно зажимался, старался убежать. Ему было очень страшно. Но надеюсь, что более нормальное отношение к нему во время уколов все-таки убедит его, что не все такие изверги. И если уж и придется когда-то его лечить еще раз, он также будет спокойно все воспринимать. Ну а вообще у Марси и у Каи очень быстро прошла вирусная инфекция. Это, конечно, хорошо, но возникает вопрос, правильно ли был поставлен диагноз, особенно касательно Каи. Ладно, Марси отъеденный, но она... Именно поэтому все больше и больше я выбираю для своих животных клинику Ставрополя. Сегодня ко мне вернулись миракулы малыши. Я начала снимать это видео еще утром. И вот сейчас уже вечером его дописываю. Поэтому в начале видео я говорила, что они только приедут, а вот уже могу вам показать, что они у меня. Я не буду переделывать видео. Если я начну только менять запись, оно рухнет, и я просто его вам сегодня не покажу. А мне очень хочется сегодня поделиться с вами этим видео, показать, какие они замечательные, какие они классные, как они изменились. Мне, конечно, очень обидно, что эта клиника находится так далеко, что я не могу экстренно привезти любое животное, которое я встречаю. Но именно из-за того, что есть такая замечательная клиника в Ставрополе, я немножечко расширила свой кругозор, и поэтому хрустик, найденный в Ставрополе, оказался у меня на кураторстве. Посмотрите, какая прекрасная девчулечка. У нее просто неимоверный окрас. Я его назвала камышовой-черепаховой. Вот правда, это нечто. У нее такие завихрения на бочках. Это, наверное, будет еще та сердцеедка, когда подрастет. Мальчишки тоже замечательно, прекрасные, очень шикарные котята. Им нужны семьи, и нужны семьи побыстрее. Я ненавижу, когда маленькие котятки вырастают на передержках. Мой дом – это передержка с большим количеством котов и с маленьким количеством внимания. Каждому из этих малышей очень нужна семья. А мне нужна ваша помощь в оплате их лечения. К сожалению, но спасение этих крошек и других всегда упираются в деньги. И я не могу это изменить. А по этому красавцу, я вам скажу честно, я очень соскучилась. Я обожаю Миракла. Он настолько трогательный, настолько нежный. Он, конечно, как всегда, перенервничал, пока ехал в пути. Он очень боится переносок. Я не знаю, как так произошло, что у него был оторван хвостик. Как оторван? То есть он-то висел на месте, но между позвоночником и хвостом был промежуток примерно в 2 см. То есть что-то или кто-то очень сильно потянул его за хвост. Может, наехала машина, и он дернулся, пытаясь спастись. Может быть, это дело рук человека. Миракл очень всего боится. Сейчас это прекрасный, замечательный кот, но вот, к сожалению, осталась трусость. И очень большая. А вообще, когда он только приехал в ветклинику в первый день, он умудрился еще и укусить врача. Настолько ему было все это страшно. Но это было не в этот раз. В этот раз Миракл ездил в клинику уже второй раз, потому что из-за несчастного случая, который с ним произошел, у нас есть проблемы с мочеиспусканием. Именно поэтому он ездил в клинику. Его лечение мне тоже нужно оплатить. Ну и еще немножко карандашиков. Посмотрите, какие они красивые. Это крошка-девочка. У нее рыжая пятнышко на лбу. Это мальчишка. Правда, они очень поменялись и очень изменились. Чтобы такие чудеса происходили, я и создала этот канал, понимая, что в одиночку и даже с инстаграмом я не справляюсь и не вытягиваю лечение, содержание всех тех, кто сейчас есть у меня. Я не знаю, насколько это видео сейчас заметят, потому что выставлять я его буду уже вечером, но я очень надеюсь, что вы откликнетесь, посмотрев на то, какие малыши... Балыши...